добрый день народ вы на канале инженерка сегодня хотел бы вам рассказать о библиотеке one button если бы я знал об этой библиотеке раньше то многие мои скетчи были бы намного проще написаны вот поэтому хочу поделиться всеми что нашел на просторах интернета расскажу о подключении то есть у меня esp от рободан плюс минус 5 вольт поданная на платку стоят 4 диода которыми мы будем управлять причем всеми четырьмя диодами мы будем управлять при помощи всего лишь одной кнопки 2 потом покажу вот соответственно поданные сигналы на кнопки кнопки у меня притянуты получается к плюсу управляется то есть читывать сигнал когда данный пин притягивается к земле через кнопку поэтому у меня вот здесь на землю присоединено вот пины d5 d6 d7 d8 вот это что касается железа понажимая покажу что происходит то есть вот еще монитор порта заодно откроем посмотрим что в нем будет происходить так нажимаем один клик зажигается первый диод нажимаем второй раз он потухает зажгли его нажимаем два раза быстро зажигается второй диод два раза быстро нажимаем он потухает два раза быстро нажимаем он загорается на эту же кнопку мы нажимаем и удерживаем у нас зажигается третий диод и меняется яркость четвертого ну при помощи шима туда-сюда и когда мы его отпустим у нас еще раз выполнится функции для первого и второго диода то есть они выключатся то есть вот если этот зажечь зажать опять надолго потухнет 3 яркость четвертого будет меняться когда я его отпущу выполнится опять функцию для первого и второго диода то есть и вся эта какафония управления светодиодами происходит при помощи одной кнопки творить можно что угодно пригодится в любом проекте мне кажется что умный дом что управление не знаю каким-то приборами что угодно очень интересная библиотека давайте перейдем к коду как действует сериал мониторе вы уже видели вот так что можно посмотреть как это выглядит внутри кода закрываем сериал монитор понятно что творчество это не мое вот ссылка на библиотеку мать с херта я это ребята не выговорю но это вот написал он здесь я чуть-чуть изменил стандартный пример то есть библиотеках например и когда вы скачаете так где у нас one button one button она у меня далеко на экран даже не влазит вот там есть три примера посмотрите их вот этот пример называется to buttons что она может то есть видите у меня две кнопки один клик два клика дабл клик для второй кнопки дабл клик long press start long press long press stop start то есть это какие возможно то есть возможно выполнять пять действий при помощи одной кнопки все в исходном скетче собрано в одно но мне сильно неудобно в нем лазить поэтому создал вкладке и заинклюдел их button 1 button 2 а сама библиотека one button h вот это только для удобства здесь привязываем физические пины кнопкам если здесь струя то это значит потянута к плюсу и управляется минусом то есть когда мы пин при помощи кнопки или просто присоединим его к земле это будет равносильно нажатию кнопки вот как-то так здесь 4 светодиода как говорится обозначаем как выход лет пин так serial monitor здесь ссылки на функции так перевел яндекс транслейт вот но грубо говоря мы оттачим функция если какие-то не нужны то мы их просто отсюда удалим либо за коменте но наверное проще лучше удалить хотя тут без разницы вот для 1 для 2 из названий сразу все видно клик дабл клик long press start long press stop и long press то есть у нас может происходить события когда мы долго удерживаем кнопку один раз произойдет когда мы отпустим произойдет еще один раз когда мы долго держим кнопку у нас может быть еще одна функция long press которая будет происходить долго вот луп в лупе надо добавить button 1 tick button 2 tick лучше какую-то содержку оставить но здесь давай 10 если у нас будет блинк это тоже будет не мешать блинку вот button h2 я здесь ничего не менял включу serial monitor понажимаю один клик два клика удерживаем то есть смотрите когда мы удерживаем у нас происходит старт потом long press пантелон long press stop и соответственно раз два три четыре пять пять функций это выполняется много раз циклично вот можно посмотреть здесь банально выводится текст в сериал монитор это то что в button 2h а в button 1h я за дефайнил лет пины d5 d6 d7 d8 вот и примерно перевел функции что делают но я думаю уже и так всем понятно здесь я сделал включение выключение светодиода то есть меняется статус благодаря static вот это значение сейчас она high а когда цикл выполнится она инвертируется станет останется low это low здесь останется и запомнится то есть она не обнулится если static убрать то у нас будет каждый раз high ничего не будет происходить если эту функцию ой не нести из функции сделать глобальный также обозвать bull static понятно уже надо будет стереть то тогда мы сможем обращаться откуда угодно к этой функции то тогда мы сможем обращаться откуда угодно к этой функции как-то так дабл клик он при старт что здесь интересно наверное наверное вот эта функция long пресс когда мы долго удерживаем она интересна тем что здесь организован цикл for без самого for грубо говоря чтобы у нас не зависала в этой функции программа на долгий перебор то есть эта функция выполнилась прибавилась плюс 5 к светодиоду то есть у нас от 0 до 255 от 0 до 255 может быть значение шима на выходе в ардуинке вот и соответственно здесь и прибавляя 5 либо отнимая 5 а куда двигаться он определяет директ направление директ направление выбирается здесь после того как мы прибавили 5 здесь у нас здесь проверяется в какую сторону двигаться вверх или вниз то есть набирать или опускать следующий раз когда эта функция выполнится лет пин статус он уже уже вот здесь присвоен он попадет в лет пин то есть яркость а здесь зависимости от того какой директ один или иной туда и будет двигаться следующий раз функция при каждой интеракции ну а при стоп 1 я просто добавил функции клик и дабл клик чтобы они выполнились еще раз то есть можно видите функция дабл клик вот она которая выполняется при нажатии кнопки при двойном клике и эту же функцию можно вызвать не только нажатием кнопки но и ну любым другим событием в программе что достаточно удобно ну как говорится надеюсь данное видео было для всех полезно подписывайтесь ставьте лайки всего хорошего пока пока и и